Акция памяти Анны Политковской прошла сегодня в Москве у редакции «Новой газеты». Там собрались несколько десятков человек. Прошла минута молчания. Представитель посла США в России, выступая на акции, призвала российские власти совершить правосудие в отношении тех, кто заказал, спланировал и осуществил убийство. По словам дипломата, Политковская погибла за стремление разоблачать коррупцию и нарушение прав человека. На акции памяти также выступил представитель Европейского Союза. За два дня до смерти Политковская выступала в эфире «Радио Свобода». Она говорила Рамзане Кадырове. Уголовные дела по кадыровцам и лично против Кадырова я, например, прохожу по одному из таких дел свидетелей. Собственно, результаты расследований, и это и есть то, чем мы занимаемся. Я, Аня Ставицкая, мы многие годы представляли семью в уголовном процессе. Первый процесс, если вы помните, закончился оправдательным приговором, потому что очень много лжи было в документах обвинения, и нельзя было сказать А, не сказать Б. Обвинение именно так пыталось и кивоками обойти сложные моменты. Сложные моменты, с моей точки зрения, заключались как раз в причастности определенных представителей, определенных служб государства, которые были так или иначе замешаны в этом убийстве. Это была наша принципиальная позиция, что если органы государства хотя бы через их сотрудников постоянных и ответственных были в этом замешаны, значит, государство несет ответственность за нарушение права на жизнь. И после оправдательного приговора нам, стороне защиты, удалось найти тех ключевых свидетелей, которые привели ко второму процессу. Второй процесс уже привел к обвинительному вердикту присяжных, но я буду абсолютно откровенна. Ни члены семьи, ни мы как адвокаты представители членов семьи не считаем, что это дело раскрытое, это преступление до сих пор следует считать нераскрытым, потому что в нем не определены главные проблемы этого дела. И полного раскрытия этого дела нет. И осуждены лица, которые так или иначе были причастны к этому преступлению. Но самое главное, кто задумал это преступление, кто его финансировал, кто его спланировал, кто его заказал, понимаете, выражаясь языком публицистов. И на эти вопросы нет никакого ответа. А вы, Зоя, как считаете, в чем это слабое место? Я помню, что сначала говорили, что убийца другой комплекции. Как же он на втором суде оказался той же комплекцией, что и на видео? Ну, вы знаете, что, мне кажется, самая главная проблема, это, конечно, я сегодня услышала о том, что вроде как расследование больше не проводится, да? Что оно закрыто. Формально, Зоя, оно проводится. То есть дело не закрыто. Дело, да, приостановлено, оно заболевляется, сроки продлеваются, но по нему ничего больше не происходит. Да, и поэтому, как сказала Карина, самое ужасное, что российские власти считают, что вот люди осуждены на довольно серьезные сроки, на пожизненные заключения, вроде как бы дело, да, расследование, забудьте. А самое главное, это, конечно, кто заказчик. И сейчас мы имеем дело, да, похоже очень на дело Анны Политковской, это дело об убийстве Бориса Немцова. И эти дела часто сравнивают друг с другом, да, и там тоже мы не видим ни заказчика, ни организатора. И мне кажется, что из-за того, что дело Политковской не было доведено до конца, стало возможно вот это второе дело, да, убийство Бориса Немцова. То есть вот самая главная проблема, это то, что мы пока не узнали. Безнаказанность рождает вседозволенность индульенцию, если можно так выразиться, для тех, кто будет осуществлять эти убийства. Их уже осуществлял и будет в дальнейшем осуществлять, потому что власть не реагирует должным образом. Что такое реакция должным образом? Это, как говорят стандарты международного расследования, стандарты международные, европейские, это проведение эффективного, надлежащего расследования. Его не было, я берусь это утверждать. И об этом наше дело в Европейском суде по правам человека. Сейчас послушаем Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на травмном церемонии рассказал о ходе следствия. К сожалению, увы, не могу ответить на главный вопрос. Что сейчас происходит со следствием? Я этого не знаю. Этого не знает никто. На запросы газеты, на запросы адвокатов семьи Анны Степановны отвечают глупыми атистами. Мы не знаем, ищет ли кто-нибудь заказчика или не ищет. И вообще, что происходит в здании на техническом интерьере. Известно только одно, что после того, как были приговорены исполнители и организаторы этого убийства, следственная группа была разогнана. На месте остался только один следователь. И он один в одиночку должен был расслабить как-то это преступление. Потом генерал-майор Петровский Горебян ушел на пенсию. И с тех пор только две информации у нас было. Первое, что дело убрали из компетенции управления по расслаблению особо важных дел. Передали какому-то подполковнику, потом какому-то майору, чьи фамилии мы не знаем. Сейчас, может быть, дело дошло до лейтенанта. Что сказать трудно. При этом официальные представители следственных органов, прокуратуры, другие представители государства откровенно врут, когда говорят, что уголовное дело расследовано, что убийство расследовано. Но это неправда. Это неправда. Как бы об этом ни говорил генеральный прокуратур Чайко, как бы ни писал его на своей книге, отставленной ныне Владимир Маркин, нельзя говорить о раскрытом убийстве, когда не найден законодательщик. Да, можно вспомнить слова, которые президент тогда произнес по свежим следам, что Аня своей смерти принесла больше вреда, чем своими статьями. Это, по-моему, верх цинизма был. Циничное заявление. Вот и сейчас тоже говорят, что идет следствие. На самом деле, даже коллеги Анины не верят. Вас, кстати, кто-нибудь спрашивал, допрашивал вообще за эти 10 лет? Нет, меня не допрашивали. А вам есть что сказать по этому делу? По поводу убийства нет, конечно. То есть никаких у вас подозрений нет? Нет. Я знаю, что Аню саму не допрашивали все 4 года по делу Норд-Осту, где она приехала туда, была в зале, принесла воду, разговаривала с людьми. Ни один следователь ей не позвонил, она сама просила меня, она говорит, мне есть что сказать. Я видел, с кем они по телефону разговаривают, и никто этим не занимался. Почему такая? Ну, и мне нужна была ее правда, и мне нужно было то, что она знала. Более того, Аня приходила на наши процессы. Вот когда мы действительно с ней подружились, я представляла интересы жертв Норд-Оста, которые говорили, что роль террористов в деле понятна. Другое дело, что их допросить невозможно, потому что их почему-то всех уничтожили. И они никого не убили еще, эти террористы. И они, да, они, сколько бы ни были преступные действия, они все-таки никого не убили. Ну, они, там был выстрел, там были смерти, но это да. А жертвы, они потерпели от неизвестного вещества, который кто-то называет газом, кто-то еще по-другому называет. Но, во всяком случае, наименование этого вещества до сих пор неизвестно. И когда наша жалоба в Европейский суд по Норд-Осту была подана, Аня нам очень помогала именно тем, что она постоянно отслеживала эти вопросы. И здесь мы с ней работали в параллели. Она как журналист, мы как юристы. И когда мы зарегистрировали жалобу от имени жертв Норд-Оста в Европейском суде, главными доказательствами ненадлежащего расследования были как раз судебные заседания, в которых Аня присутствовала, и она давала точные репортажи с этих заседаний. Суд фактически не ответил ни на один вопрос. И вот эта же тенденция, ну, надо сказать, что в итоге мы это дело выиграли. Это, конечно, очень грустный выигрыш. Дело Норд-Оста, кто будет рад такому выигрышу? Признано нарушение права на жизнь. И вот, собственно говоря, по тем же стандартам надлежащего эффективного расследования мы обратились уже в апреле седьмого года по делу Ани Политковской в части того, что не проводится надлежащее расследование и что не следует ожидать эффективного расследования в дальнейшем и результатов этого расследования. Представьте себе, уже в седьмом году мы подали эту жалобу. То есть шестимесячный срок, да, почти 10 лет. И вот последняя бумага из Европейского суда, собственно, датирована 3 октября 2016 года. Мы только что ее получили, потому что правительство в очередной раз отреагировало на поданные нами состязательные документы. Все, коммуникация закончена. Нас уже попросили не комментировать. Ничего, значит, суд приступает к вынесению решения. Вы скажете, какой же длительный срок? Ну, европейский суд, это суд, к сожалению, переполненный российскими делами. И суд, который не решает вопрос о том, кто убил, кто виноват, кто не виноват. Он решает вопрос о том, было ли надлежащее расследование по делу. В данном случае на этот вопрос. Если нет, то государство, как это было, например, признано в деле Норд-Оста, феногенов и другие против России, государство несет ответственность за ненадлежащее расследование, которое приравнивается к нарушению права на жизнь с точки зрения позитивных обязательств государства. И вот если в Норд-Осте Аня могла как-то повлиять на ситуацию, то уже в Беслане ей не дали этого сделать, да? Да, ну, конечно, это всем известно, что когда Политковская летела в Беслан, то в самолете ей принесли какую-то еду, да, и она там отравилась, и она не доехала, ее срочно эвакуировали. В Ростове она, по-моему, да, отлежалась. Да, да, да. А нашего товарища к тому времени еще, Андрея Бобицкого, коллега, как его на 15 суток посадили. Да, в аэропорту тоже. Хотя даже... Ну, понятное дело, что за Аней следили ее, телефонные все прослушивали и знали, зачем она едет в Беслан, потому что она же договаривалась, я так понимаю, что с Асланом Масхадовым, чтобы он... И с Ахмедом Закаевым. Да, да, чтобы он спас этих детей, людей, которых захватили в заложники в Беслане. А власти не захотели дать этой возможности. Давайте послушаем ее коллегу по вот этой комиссии по расследованию событий. Она не была членом комиссии, но она была ее консультантом. Это Юрий Павлович Иванов, бывший зампред Домского комитета по конституционному законодательству и член фракции КПРФ. Политковскую я с ней познакомился в 90-е, когда защищал Крючкова, председателя КГБ. Ну, там было такое достаточно летучее знакомство, мы плотно не общались. А плотно мы, можно сказать так, относительно, конечно. Мы начали общаться в то время, когда был членом комиссии по Беслану, а она, Беслан, это была одной из ее, Чечня, одной из ее постоянных тем. В связи с ее смертью мы вспоминаем человека. Но вот об Ане я, пожалуй, скажу. Вот в период работы комиссии по Беслану возникала ситуация, когда была официальная точка зрения, и были два человека, которые с этой официальной точки зрения не соглашались. Профессор Савельев, который написал несколько книг по поводу взрыва и так далее, и так далее. Мы двое не подписали заключение этой комиссии. И в этом смысле Аня приходила, заходила ко мне, я в то время был депутатом Госдумы, и беседовали, мы были достаточно откровенны. И ее образ, который вот у меня сохранился, он достаточно своеобразен. У меня осталось о ней воспоминаниях, как не о богателом либерале, и даже не как о человеке, который там исповедует какие-то вот либеральные истины в каком-то жестком таком каркасе. Она у меня в памяти сохранилась, как просто добрый, честный человек. Вот я ее так и называл, кстати, в Советской России, я ее этим прозвищем назвал, этим термином, и они это напечатали правдиво. Я бы сказал так, она для меня такая правдоха. Правдоха очень тяжелых времен. Времен как до вот этого чеченского кавказского замеса, где чекисты, душманы или там маджахеды, как они все называют, все что угодно. Будановы, Масхады, вот это сложнейший кровавый клубок на Кавказе, в котором очень трудно разобраться, и в котором есть, конечно, противостоящие стороны. Помню, очень точно, да, Юрий Павлович сказал? Да. Да, очень точно. И, конечно, очень образно, да. И как бы он сказал, в общем, когда он это говорит, да, я сразу представляю Шаню, я помню вот эту ее страстность, да, где бы она ни выступала, или на интервью, или с трибуны, она часто выступала на разных каких-то правозащитных таких, да, заседаниях, и, не знаю, конференциях. По телевидению она только у нас выступала, больше ни один канал ее не показывала. Но она, у нее каждое выступление, каждое статье, это было как последнее, да, было такое ощущение, что вот она как будто бы знала, что ей отмерено не так много времени по жизни, и она хотела успеть и сделать очень много успеть. И она много успела. Да, очень много успела. Вот человек, когда живет, как последний день, как последний раз, он действительно успевает очень много. Единственное, о чем она волновалась очень, и почему она со мной поделилась в свое время, мы с ней консультировались, я ее консультировала по некоторым вопросам, она была очень трепетная мать. Она так переживала за детей, особенно за Илюшу, она так переживала за них, она пыталась что-то такое как-то предотвратить для них негативное. Типа того, что я могу это все нести, но лишь бы дети были защищены. Да, вот сейчас мы посмотрим, у нас такая есть грустная, как бы грустная история, что мы, наша съемочная группа, последняя, которая брала интервью Анны, 5 октября был, день рождения тогда Кадырова Рамзана, 30 лет ему было. И вот моя передача, знаете, у нас такой был летучий такой стиль, мы по городу нескольких опрашивали экспертов, и так быстро монтировали их. Сейчас мы услышим, как Аня будет рассказывать про Рамзана, и вот обратите внимание, на 15 секунде хлопнула дверца машины у нее за спиной. Понятно, что раз ее на следующий день убили, вы же, значит, за ней в этот день следили, конечно, не отступили. Конечно, мы знаем это по материалу, головного дела. И она так повернулась, то есть понятно, что она что-то знала, но она нам ничего этого не сказала. А вообще эта съемка 5 октября 2006 года, ровно 10 лет назад, про Рамзана Кадырова, давайте посмотрим. На самом деле Кадыров младший, человек крайне лживый, а как бывает с такого типа людьми, я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывается со своими людьми по чеченскому телевидению, обычно это происходит, он не стесняется там в выражениях, и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя, и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место. Вот видите, это последняя была, это видеозапись, а последняя была ее радиозапись, это как раз у нас был этот раз эфир, называлось «Время гостей» на Радио Свобода, Лена Рыковцева вела, вот они были против Юлии Латыниной, тоже про Кадырова, Кадыров и Сталин сегодня назывался эфир. Я не помню. Да, я помню, что она давала, по-моему, комментарии из больницы, где ее отец в это время лежал в больнице, и она как бы разрывалась. Мама лежала в больнице. Мама лежала? Да, папа внезапно умер, вот что. Ну, то есть она разрывалась между больницей. Вы заметили, как хлопнула дверца, и она так повернулась? Да, вы сказали заранее. Я же тогда тоже не мог смотреть так, я вообще трудно эту пленку смотрю, как и с Борисом Ефимовичем, тоже приходится по служебной необходимости, но очень тяжело смотреть. А вот сейчас я посмотрел и услышал, то есть она что-то знала, но никому не сказала тогда. Нет, она говорила, она, например, Верочке говорила, она говорила, будь осторожна в подъезде какие-то странные личности. Ну, вот она очень многое уже чувствовала, я понимаю. Муратов ее за год до этого куда-то в Лондон ее в командировку направлял, да? Да. Ну, вообще, насколько я слышала, что ей запрещали ее начальство в газете, ездить в Чечню, и она как-то говорила об этом, и она уехала просто тайком, да? То есть она уезжала, потом звонила и говорила, и моя здесь... Ну, эта Чечня, это просто была для нее вот какая-то, да, жизнь, которая она... Она дышала этим воздухом, да, и не могла туда не ездить. Потому что ей казалось, что она там нужна, что она там помогает людям, да? Что она... Она не хотела допустить того, чтобы Кадыров стал президентом Чечни. Мне кажется, это была вот ее такая цель. Она же говорит об этом в этом интервью. Конечно. Такие довольно неделицеприятные слова в адрес Кадырове. Да, это так. У нее была четкая, жесткая позиция. Но все равно, что ее манило в Чечню, в Ингушетии, в Ингушетии она просто... Она знала, что там ее ждут люди. Вот я могу вам сказать о впечатлении моем, когда я впервые приехала в лагеря беженцев. Они все ждали Политковскую. Они меня еще не знали. Я начала составлять документы по их жалобам в Европейский суд. И они мне все взахлеб рассказывали о том, что вот если приедет Анна... Понимаете, приезд Анны... Это был какой-то маленький лучик надежды. Все эти лагеря беженцев, которые жили в чудовищных условиях, они как-то выживали. Они все очень ждали Анну. И она не могла не приехать, потому что она знала, что ее там ждут, что она соберет материал, она его как минимум опубликует. А потом они стали ждать нас, группу юристов, которые эти материалы, эти факты представят в Европейский суд. Потом мы выиграли с Аниной подачей вот этих... Много очень этих дел, и люди получили компенсации. Но вот, к сожалению, дальше компенсации не идет. Расследования по этим делам так и не проводятся. И на уровне комитета министров Совета Европы мы говорим о том, что решений по чеченским событиям много. Данные о людях, которые нарушали права человека, совершали все эти действия, достаточно, но власти не хотят, не могут или не хотят, скорее второе, проводить надлежащее расследование. Это вот лейтмотив во всех наших делах по нарушению права на жизнь. Что в чеченских делах, что в деле Норд-Ост, что в деле о самом-то в этом факте убийства Ани Политковской. Я всегда, например, вот вы сказали, люди ждали ее. Вот я привожу пример, что подлинное такое рейтинговое голосование как раз было в Норд-Осте, когда в свой смертный час люди позвали не единую Россию, не администрацию президента, а позвали Аню Политковскую, позвали Бориса Немцова, Ируха Камаду. Ну, еще приехал там Кобзон, певец, народный артист Чечни. Он нескольких детей смог вывезти на улицу. Вот это настоящее. Когда уже тут не нужно ничего не подбрасывать, не фальсифицировать выборы. Так что вот Аню как раз и в том, значит, ее все знали, хотя ее не было на экранах. Да, хотя власти утверждают, что она была вообще незамерна. Не влиятельна, да, как сказал президент. Да, да. Не, ну, конечно, Чечня это не такая большая страна, да, на самом деле. А я говорю уже про Москву вот когда вот в Норд-Осте. Нет, ну, там же были чеченцы. Я как раз и к этому и веду, что это не такая большая страна. И там из уст в уста передавалась слава, что есть такая журналистка политковская, которая помогает. Я помню, что я пять лет назад, через пять лет после Анины в убийстве, я поехала в Чечню специально, чтобы сделать репортаж о том, как ее там помнят. Я встречалась с людьми, и вот люди говорили ровно об этом, да, что вот она была, она нам помогала, она нас спасала, теперь ее нет, и нам некому пойти. Понимаете, вот эта слава ее и весть о ней сохранилась и была в Чечне. Да, и вот в частности, я хочу привести пример ее коллег, вот у нас участвует в программе Юрий Павлович Иванов или, например, Максим Шевченко. Они идеологически, может быть, антиподы, но он всегда уважает, что ее все знают в Чечне, и что она очень много добра принесла. Давайте послушаем еще раз Юрий Павлович, он уже расскажет об Ане как о журналисте. Политковская, вместе с тем, для меня, это человек, который пытался найти какую-то маленькую правду. У нее очень много материалов было, по крайней мере, в то время, когда главным героем становился какой-то маленький человек. Ну, забрали какого-то парня, избили, исколотили там незаслуженно, несправедливо, унизили его, растоптали. Мне кажется, ее формат работы был такой, правдивые рассказы по эпизодам вот этой всей чеченской кровавой бойни. Конечно, преимущественно она была на стороне не российской армии, это однозначно, но писала достаточно честно. Кроме того, в ходе моего общения с ней мы несколько раз по несколько часов достаточно долго беседовали, она сделала большой материал, со мной я должен сказать вот в этом материале, что я ей наговорил на магнитофон, что меня удивило, то она и напечатала, и, к моему изумлению, новая газета не исказила ни одного слова от дамы должной в этом смысле. Поэтому, конечно, есть вот для левых русских патриотов ее образ, наверное, никогда не станет положительным, ей припомнят какие-то там премии, которые она получала на Западе, но вот для меня это несколько другой человек, это такая правдоха, которая бегает по фрагментам вот этой гражданской кровавой войны, и пишет, описывает кусочки какие-то очень правдиво и очень честно. Поэтому, что могу сказать чисто по-русски, пусть земля и будет пухом. Да, кстати, Юрий Павлович сказал тут важную фразу, сказал, что она была не на русской стороне, а вот мы вчера обсуждали, что как раз те люди, которые вышли против, например, великодержавного ввода танков в Прагу или против там Петра Гигаренко против депортации крымских татар, вот они-то как раз были на русской стороне, как вы считаете, Зая? В смысле, вы имеете в виду Аню? Почему она... Да, Аню. Это честь России и честь российской... Испославие. Да, и она тем самым показывала то, что есть в России люди, да, которые против насилия, против убийства, против войны. Но она всегда была на стороне слабого, она была всегда на стороне того, кого притесняло государство, потому что ведь она писала не только про Чечню, она писала очень много статей про судебную систему, про маленьких людей, которые попали в жерновая их система. Она писала очень много про тех судей, которые их судили, да, она разбирала их. Или, например, у нее были замечательные материалы про Сергея Пашина, судью Мосгорсуда, да, который противостоял судебной системе. У нее были репортажи суда над Лимоновцами. Да, над Лимоновцами. То есть я хочу сказать, что она и эту часть, нашу очень важную часть российской жизни, она тоже ее захватывала. Вот, поэтому нельзя говорить, что она писала только о Чечне. Она писала там, где она была нужна и где никто не писал другой. Вы помните, это ее знаменитая фраза «Кто, если не я?» Я помню, что я брала у нее несколько раз интервью и спрашивала, но почему именно вы туда едете? Зачем? А кто, если не я? Говорила она вот с такой своей удивительной улыбкой нежной, да, такой у нее глаза так сразу загорались таким блеском, да, и немножко как по-детски. А кто, если не я? И она туда ела. А кто, если не я, пойду там на процесс Лимоново, куда никто не ходил? Она была одним из единственных практически журналистов, который ходил на процессы по делам права матери. Это волонтерская организация, которая защищала права семей, детей, да, молодых призывников, которые погибали в армии. Она описывала все эти истории. Там не было больше никаких журналистов, кроме нее. Да, просто Юрий Павлович правильно сказал, что это по большому счету была пророссийская позиция. Да, но... Безусловно. Это абсолютно российская патриотическая позиция. Она была патриотом России, конечно. Она была патриотом России, потому что она защищала честь России, она защищала российских граждан, но против власти, да, против власти. как патриотом России был Лев Толстой, который написал Хаджи Мурата, или там Анатолий Приставкин, который написал на Чехолоку. Но она была настоящей интеллигент, да, из той редкой породы интеллигентов, которой сейчас очень мало осталось. Да, вот как раз сейчас хотел поговорить о том, как нам ее не хватает. Как вы считаете, за эти 10 лет, как ощущается ее отсутствие и вообще дефицит от ее присутствия в журналистике? Ну, вы знаете, что вот я сегодня как раз об этом очень много думала, и мне кажется, теперь очевидно для тех, кто следил за ее творчеством, что она была на самом деле великой журналисткой. она была великой в том смысле, что она, во-первых, ее статьи не устарели, я их перечитывала сейчас, их сегодня тоже очень интересно читать, хотя, казалось бы, реалии изменились, да, вот нет Чеченской войны, нет тех событий, мы уже много чего прошли, мы очень много узнали про российскую власть сегодня, за эти 10 лет, того, чего Аня не знала тогда. Но все равно она писала о каких-то очень сущностях вещах, несмотря на то, что она рассказывала историю простых людей, да, казалось бы, но она очень глубоко копала, да, у нее очень глубокие статьи, это первое. Второе, несмотря на то, что мы часто говорим, да, вот нам ее не хватает, началась, когда украинская война, то она бы, конечно, была на востоке Украины и писала бы про эти события, да, но другое дело, что выросло целое поколение журналистов, которые, я не знаю, читали ли они статьи Политковской или не читали, но они, по сути, продолжают вот эту ее линию, чтобы мы не говорили о том, что таких журналистов не так много, но такие журналисты есть. В «Новой газете» очень много молодых журналистов, таких как Лена Костюченко, например, Елена Рачева, это те журналисты, Павел Коныгин, Милашина, да, Милашина, но Милашина, в смысле, она того же возраста, что и они, я говорю про молодое поколение, потому что это важно. Да, это те журналисты, которые продолжают ее дело, и не только в «Новой газете», да, журналисты, которые ездили на восток Украины и освещали эти события, как, например, Илья Барабанов из «Коммерсанта», понимаете, то есть Политковск, я уверена, что все эти люди читали ее статьи, все эти журналисты, вот, и в этом, конечно, мне кажется, что это вот такой очень позитивный момент, который вселяет надежду, что да, безумно жаль, что ее нет, это дико несправедливо для ее семьи, для журналистики, для нее, для ее мамы, которая, по-моему, за 80 лет, и она пережила свою дочь, это же ужасная трагедия, понимаете, Аня никогда не увидела своей внучки, но есть вот это новое поколение, которые прочли ее статьи и которые пошли по ее пути, которые этот путь продолжают, мне кажется, это очень важно. Да, и очень важно, то, что делает Карина Акоповна, расскажите, пожалуйста, какие могут быть еще открытия нас, ждать на пути вот расследования ее. Ну вот сейчас наша задача вот в чем. Правильно сегодня Сергей Соколов сказал, что когда осудили эту группу людей, которые там на месте совершали определенные действия, и суд присяжных признал их виновными, суд не ответил ведь на очень важные и главные вопросы. И мы доказываем в европейском суде, что расследование не было ни своевременным, ни эффективным, ни результативным, оно не завершилось. А власти пытаются показать, что самое главное по этому делу уже произошло. Будем говорить прежде всего о том, что не все версии проверены. Если вы пытаетесь установить заказчика, а это квинтэссенция всего дела, то существуют версии, я сейчас не готова об этом говорить, потому что я все-таки надеюсь, что однажды за это дело возьмутся люди, которые не будут бояться его расследовать. Так вот, существуют версии, которые до сегодняшнего дня не проверены. Мы пишем об этом в нашей жалобе в Европейский суд. Мы пишем и о том, что некоторые моменты государством сознательно замалчиваются. Ну вот давайте прямо скажем, что если некоторые официальные должностные лица в определенном качестве участвуют в истребовании документов о ее фактическом месте проживания, юридическом, где она прописана, зарегистрирована, и фактическом, если целая группа сотрудников того учреждения, которые должны охранять нашу с вами жизнь, следят за ней и передают эти данные конкретным исполнителям преступления. Причастно государство к нарушению права на жизнь? С вашей точки зрения, вот так, навскидку. Вопрос риторический. Да, он подразумевает ответ. Сделано ли в этом смысле государством, что ли? Да, есть некто Павлюченко, который приговорен к 11 годам, они, по-моему, уже третий раз выходят за решением суда об освобождении, он очень болен, понимаете? А есть целый ряд вот этих так называемых туптунов, которые ходили за ней, вы знаете, в силу своей особой осведомленности и профессиональности они не догадывались, за кем они следят. Более того, они не догадались об этом даже тогда, когда уже произошло убийство и об этом говорила вся медиасфера. Не догадались, понимаете? Вот такие они профессионалы. И поэтому они не несут ответственность. Вообще, очень многое в этом вопросе не раскрыто. но причастность государственных органов к этому преступлению, к этому чудовищному, подлому убийству очевидна. И она никак не отражена в окончательных решениях суда. Нет окончательных решений судов по этому вопросу. И я думаю, что мы будем сколько можем заниматься этим, будем этого добиваться. Для начала мы ждем решения европейского суда о нарушении статьи 2 Европейской Конвенции права на жизнь с точки зрения позитивных обязательств государства по праву на жизнь. Вот это наша ближайшая задача. Вот это, как, впрочем, убийство Галины Васильевны Старовой. Участвовали действующие офицеры там группа по-моему участвовала или Дмитрий Холодов подозревали по-моему этих танкистов каких-то. По Дмитрию Холодову мы, наша группа юристов уже получила решение Комитета по правам человека по индивидуальной жалобе, что нарушено право на жизнь со стороны государства. То есть государство должно теперь провести надлежащее расследование. Все еще существует возможность это сделать. Что вы думаете? Мы пишем в Министерстве юстиции она не отвечает. Мы пишем в Министерстве иностранных дел которые контактируют с Комитетом по правам человека организации объединенных наций. Мы ведь там имеем определенный вес. Мы имеем там определенный статус. Мы должны исполнять решение этого комитета. Никто не возобновляет действия по расследованию. Там уже признано нарушение права на жизнь со стороны государства. Которое как минимум надлежащим образом не расследовало это преступление. Представьте себе те люди которых подозревали которые были преданы суду. Ну если ошиблись если они абсолютно невиновны ну что ж мы будем рады если наше государство умеет выносить какой-то веки оправдательные приговоры более там миллионы они получили компенсации за то что их необоснованно привлекли возможно но почему вы не привлекали причастных это раз и почему после решения КПЧ ООН вы не выплатили семье хоть какой-то компенсации ничего вот тем невиновным которые предстали перед судом им компенсировали миллионы а семье ни одной копейки спросите Зою Холодову мать Дмитрия а что по взрывам домов есть какие-нибудь апелляции по взрывам домов была особая история я не могу сейчас об этом говорить но люди потеряли все возможности обращения к процедуре европейского суда благодаря тому что их представлял человек который этим совсем решил не заниматься а по учениям в Рязани тоже там все отозвали свои иски все отозвали свои иски и комиссия в составе убитого теперь Юшенкова и Сергей Адамович Ковалева вместе со мной а я была юристом этой комиссии посещала Рязань мы беседовались с людьми мы нашли определенные факты но эти факты никому сегодня не нужны но они зафиксированы я хочу сказать они все есть все настоящий гексоген настоящие детонаторы да? ну во первых я не беру я ничего не разбираю я даже в сахаре это не очень хорошо понимаю а в гексогене вообще ничего не понимаю но тот экспресс-анализ который был произведен он сказал гексоген вот пожалуйста это не учение ну тогда это очень странное учение скажем так да я кстати вот хотел бы и про Анну в этом же контексте сказать той же осенью когда она погибла погиб и Литвиненко в Лондоне вскоре после этого вскоре а с тех пор еще погибли и Борис Абрамович Березовский и Борис Ефимович Немцов те кто тоже занимались расследованием взрывов домов так что вместе с ними это уже пошло больше чем пальцев на двух руках погибло людей которые знали тайну этих взрывов учитывая Юра Щекочихина Сергея Яшенкова да по Щекочихину мы тоже занимались и занимаемся этим делом гибелью его да это гибель расследование ведь началось возбуждено уголовное дело было спустя 5 лет это уже сам по себе признак неэффективности расследования я помню говорили ерунду что какой-то синдром Лаева да-да-да этот синдром почему-то всегда случался тогда когда это были смерти за рубежом очень часто противников советского режима есть такая грустная статистика Юрия Петровича конечно же убили как вы считаете вот Аня успела свою миссию выполнить успела она многого не успела она еще сделала бы очень многое и она конечно же была бы очень нужна сегодня России но и тогда когда она жила каждый день как последний она очень многое успела и вот главное что она успела Зоя правильно сказала она дала вот толчок в направлении журналистики которая просто хочет сказать людям правду эта правда не всегда бывает приятной и не все готовы к такой правде но вот это вот ее стезя и по этой стезе идут многие современные журналисты их не всегда слышно потому что их знают только те кто хотят их читать хотят знать что-то отличное от официальной позиции но они есть они продолжают ее дело а она свое дело сделала вот резко оборвалась ее жизнь вот до этого момента будучи женщиной красивой матерью любящей любящей вот эту свою внучку которая сейчас фактически продолжает вот ее связь времен да и носит ее имя да уже 10 лет почти 10 лет скоро Анечки будет и вот она оборвалась вот на полуслове на полувздохе на полу и это безнаказанность вот мы не должны с ней смириться я понимаю что наши возможности ограничены даже вот возможности принятия решения европейским судом ну что ж это какая-то возможность это какой-то эффективный механизм ну и все пока пока не произойдет что-то очень знаковое пока власти сами не захочет не захотят этим заниматься принудить их к этому невозможно потому что следствие это в руках власти ну вот мне кажется что когда власть сменится когда придет другой режим она не говорит есть ли власть сменится я говорю когда но это очевидно что рано или поздно любая власть меняется и вот если придет другая власть мне кажется что дело об убийстве Политковской это будет одно из первых дел которое должно будет расследовано и я уверена что будет названо имя заказчика да вы можете мне возразить что есть в истории случаи когда громкие убийства не были раскрыты до сих пор мы не знаем убийства Кеннеди по-моему еще какие Линкольн но мне кажется что это почему-то мне кажется что я не знаю может быть мы этого уже не узнаем при нашей жизни но мне кажется что наши дети как минимум об этом узнают потому что я все время думаю сегодня и вчера об этом но почему убивать журналиста но почему убивать журналиста ведь чего они достигли этим убийством да в начале мы все говорили о том что вот чеченская тема теперь никто не пишет о Чечне тема Анны Политковской и мало журналистов туда ездит и так далее но ведь на самом деле это не совсем так ведь все равно многие журналисты пишут и о Чечне и из горячих точек тогда зачем убивать зачем затыкать рот именно этому журналисту и что такого этот журналист сделал в своей жизни что его нужно было так жестоко так убить понимаете вот это мне никак не укладывается в голове я думаю отчасти потому что такие как вы пропагандировали Анину творчество и показывали его высокую себестоимость вот она и стала таким мерилом для той вот поросли журналистской которую вы сказали если бы не вы то это бы сейчас так не продолжалось потому что мы ее ценили при жизни знали и цену и умели ее передать не знаю мне кажется просто она в какой-то степени Аня Политковская она что ли предвидела она как бы шла вперед много времени потому что она понимала она понимала в каком времени мы живем она ставила диагнозы этому режиму и ее журналистика она была той журналистикой которая только возможно в таком режиме понимаете в авторитарном авторитарном каком угодно и сегодня именно такая журналистика нужна и ее слышат потому что все бурлит и она бурлила она была очень страстная сейчас такое время когда нужно жить как в последний день И нужно писать как в последний день, понимаете? И чтобы вот ты не говорила, Карина, да, что люди не слышат. Нет, люди слышат. Люди хотят именно вот такой журналистики сейчас. Да, но понимаете, почему она оказалась востребована? Потому что время такое у нас. Да, такое время. И она опередила свое время. И она ставила очень четкие диагнозы. Она предвидела, к чему придет путинский режим. Она же писала о том, о чем в то время никто не писал. Да. И на Западе она очень много писала. Ее книги выходили на всех языках мира. Вот ее книга, по-моему, «Путинский режим». Это, в общем, для многих западных людей это было откровение. И на английском, и на французском. И я хочу сказать, что до сих пор Плитковская – это самая известная журналистка российская во всем мире. Там же есть улицы в разных странах ее имени. Это удивительно, согласитесь. И вот в этот день сегодня проходят же там травмные мероприятия по всему миру. Почему так и был удивлен. Тогда же президент оказался, по-моему, в Берлине, когда он сказал фразу, что она погибла и принесла много вреда этим самым. А он увидел, что люди вышли на улицы. В Москве же никто-то не выходил в 2006 году. Да, но потрясающая история в том, что сегодня на этой траурной митинге около «Новой газеты» не пришел ни один политик российский. А те их только что выбрали. Подождите, но не было... Не было каналов российских. Не было тем более журналистов, которых избрали в Думу. Да, были западные журналисты. Не было ни Касьянова, а в случае я его не видела. Не было Навального. Я не уверен, что они были при жизни с ней очень дружные. Но те, кто были дружные, вот вы были. Нет, ну понимаете, это не важно. Это конечно. Журналист, который так трагически погиб, и которого чтят во всем мире, но если ты оппозиция в этой стране, то почему же ты не придешь положить букетик цветов около ее фотографий? Просто принеси цветы. Дань, отдай это. Я не знаю, может быть, я их не видела. Я очень извиняюсь, если они были, я их не видела. Но я не видела ни одного лидера так называемой российской оппозиции. Я помню, когда Гарри Каспаров был еще здесь, вот среди нас. Он всегда приходил. Он всегда приходил. Да, но Борис не все, он пришел. И они доску открыли. Вот я помню, когда мы с этой доской. Он ходил, он ее телом вообще оберегал, эту доску. К сожалению, такой густой получился набор на первую неделю октября, когда не у всех нервов хватает. У вас и завтра будет день рождения Бориса Немцова. Тоже будут какие-то мероприятия. Слава Богу, что это день рождения. А вот, конечно... Но, кстати, вот Политковская, она же тоже очень много писала и говорила о том, что оппозиция должна объединиться. Она очень много говорила об этом. Оппозиция не объединилась, и вот ее не услышала оппозиция. Да, к сожалению, даже гибель лидеров, вот как и с Борисом получилось, она не остальных амбиций их не умаляет, а наоборот только разогревает. А вот про то, что вы сказали, что обязательно будет первым делом расследовано ее убийство. Помните, когда убили Павла Первого в 1801 году? Не помню, я не помню. Нельзя же было сто лет говорить об этом. Пушкин не мог об этом ничего сказать. В 21 веке скорости все-таки другие. Я надеюсь, что не сто лет нельзя об этом говорить, а только десять лет. Вот если на порядок меньше, то десять лет это уже большой срок. Я только хочу вот что сказать. А безнаказанность, она вредна любому государству. Завтра жертвой этой безнаказанности могут оказаться те люди, которые сегодня эту безнаказанность приветствуют. Или во всяком случае потакают ей. Я хочу, чтобы наши власти точно знали, дело не расследовано. Вот не надо говорить о том, что оно в основном расследовано. Оно в основном не расследовано. Оно как раз по деталям расследовано. А в основном оно не расследовано. И я думаю, что столько, сколько могут честные люди нашей страны демонстрировать свое несогласие с замалчиванием, со сворачиванием этого расследования, мы должны это делать. Я не знаю, кто готов к этому, кого это интересует, но сегодня я увидела, что есть люди, которые серьезно к этому относятся. И власти нельзя позволять вот эту степень безнаказанности, потому что безнаказанность рождает новые преступления. Ну мы, например, журналисты, мы храним, видите, все материалы, связанные с Анной. И у нас это все подшито, подколото. В любой момент можно использовать. То есть перефразируя Маркса, можно сказать, что безнаказанная, абсолютная безнаказанность развращает абсолютно. Да. Это тот случай, который сейчас происходит с российской властью. Для начала я надеюсь на решение Европейского суда, нарушение статьи 2 права на жизнь. И это должно побудить российские власти, как они не пытаются дистанцироваться от Европы. Эти нормы для России обязательны. Расследование проводить обязательно. А сейчас демонстрируется полная забывчивость, полное забытие этого дела. И этого нельзя допустить. Нигилизм правовой. Правовой нигилизм, совершенно так. Причем с подачей Валерия Дмитриевича, который вроде бы в институционном суде должен был защищать. Вот тоже как меняются люди. Меняются. Когда был штурм парламента, то он совсем иначе пройдет. Да, мы помним еще. Вот видите, Анна остается примером. Хорошо, что вы сказали, что и для журналистов, я считаю, что и для людей. Видите, как Юрий Павлович откликнулся сразу. Да. Хотя человек вроде бы из другого лагеря, меньше всего от него можно было ожидать, что он вот так скажет, как он сказал. Как вы считаете, следует ли переиздать академическое какое-то собрание Аниных классических репортажей? Как вы считаете? Я люблю ее статьи, репортажи. Вот Зоя виднее, она профессионал. Но вот я читаю, с любой строчки, начиная читать, невозможно оторваться. А саль же у нас тексты, ее радиопередачи, они до сих пор не изданы. А какая она пассионарная в этих своих выступлениях. Вы слушаете ее и просто не можете бороться с ее обаянием. Да, но есть же замечательная книга «За что?». Это сборник статей, который издала «Новая газета». Это именно из письменных материалов. Она должна издать ее интервью, которые только в основном не странили. Да, конечно. Но есть же много фильмов про нее, слава богу, снимало много кинорежиссеров. Эрик Беркрот, письма Анна, letter Анна. Но потом, мне кажется, что наверняка на журналистских факультетах ее преподают. Вот ее творческую статью. Помню, какие-то спецкурсы, такой мастер-класс. Нет, я помню, что когда я работала в «Нью Таймс», мы готовили материал по нордосту. Я дала молодой журналистке почитать ее статьи. И она была совершенно потрясена. Она говорит, что она даже не представляла, что можно так писать. Но ведь она же очень просто писала. Это же не какие-то сложные политологии. Вот в этом-то и был секрет ее, конечно, мастерства. Да, был в этом ее секрет мастерства, потому что ее понимали на разных языках люди. Когда ее переводили, они ее понимали, иностранцы. Я помню, что я когда была во Франции несколько раз, и там очень много людей читало ее книги, читали ее статьи. И знали, Анна Политковская для них это был знак равенства с Россией. Хорошо, когда Россия ассоциируется с Анной Политковской. Анна Политковская, Путин, что там еще? Балет. Балет. И подлодка Курска. Как вы считаете, убийцы достигли своей цели? Или удалось гражданскому обществу Анну превратить в символ такого сопротивления, как вы сказали, беззакония, безнаказанности и лжи? Ну, это смотря как посмотреть, что значит они достигли своей цели. Мы это не можем сказать, потому что мы не знаем, какая у них была цель, зачем они ее убили. Для меня это непонятно. Цель сформулирована в обвинительном заключении, что к этому причастны лица, которые были недовольны ее критическими выступлениями. Скажите, пожалуйста, вы видели на скамье подсудимых хоть и бы одного человека, даже включая полковника, подполковника, которые из различных органов в разное время были на скамье подсудимых, хоть кто-нибудь из них персонально был недоволен ее публикацией. Вот почему я говорю, дело-то не раскрыто. Потому что в обвинительном заключении, как это ни парадоксально, сказано правда. Это были люди, недовольные ее критическими публикациями. Где они на скамье подсудимых? Где они среди осужденных? И кто меня после этого заставит полагать, что это дело, это преступление раскрыто? Оно не раскрыто. Вот это диагноз сегодняшней власти. Ну, мне кажется, что они не достигли цели в том смысле, что в России не случилось полное молчание. То есть мы видим, что есть много журналистов, которые пишут очень острые статьи. Мы видим сейчас последний год просто серию таких разоблачительных расследований о всех этих яхтах, каких-то там домах, о преступлениях очень крупных чиновников, да, о коррупции в этой среде. И журналисты не боятся. Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в России. Это не эмиграция. Это вынужденная эвакуация на какое-то время. К большому сожалению, количество угроз переросло в качество. Незнакомый абонент с неопределившимся номером, доброжелатель, позвонил мне и сообщил, что они готовы потерпеть меня еще до октября месяца, после чего принято решение перевести меня в овощной отдел. Да, они умеют формулировать. К большому сожалению, я вынужден на какое-то время покинуть Россию. Я поехал в Грузию. Я буду какое-то время жить там. Но, неуважаемая Габуха, ты, пожалуйста, не упарывайся от радости в связи с моим отъездом, потому что здесь остаются операторы. И канал Сотник ТВ продолжит свою работу. Более того, у меня наконец-то появится время для того, чтобы делать регулярную аналитическую программу. А в аналитике сейчас очень большая необходимость. Поэтому, как видите, есть даже плюсы. Надеюсь, что мое вынужденное отсутствие не продлится долго. Я также благодарю всех, всех зрителей канала Сотник ТВ за преданность и за понимание. Мы будем регулярно с вами видеться. Я также буду регулярно делать прямые включения в Фейсбуке. И мы будем с вами общаться напрямую. Спасибо за то, что остаетесь с нами. И смотрите Сотник ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...